Продолжаем. У нас следующий круглый стол, который поддерживает многодетных семей. Мы начинаем просто презентацию, да, мы покажем, потому что вы просили съездить в комнаты, да? В комнату мы съездить не можем, потому что, да, мы ограничены по времени. И поэтому мы сняли, ну, некий такой сюжет, да, и про наши комнаты, как они у нас есть. Это не рассказы, это следующий круглый стол, да, когда мы расскажем, как они функционируют, чем они занимаются, как все это устраивается. Это просто мы, ну, отфотографировали, да, сюжеты, которые мы делали в комнате, чтобы вы их посмотрели, потому что просили у меня, как они визуально выглядят, да? Поэтому такая некая презентация, и дальше, в общем, мы пошли по регламенту. Начинаем. Чужих детей не бывает, так же, как не бывает чужой беды. Эту простую, но почему-то недоступную. Многим истину многодетные мамы Заречного поняли уже давно. Поняли и приняли, не как аксион, а как инструкцию их действия. Семь лет назад они решили объединиться и создать свою организацию. Мамы грандиозных целей перед собой не ставили. Просто хотели помогать друг другу в решении обычных традиционных проблем. Резонно рассудив, что всем миром справиться с ними будет гораздо проще, чем в одиночку. Оформив специальные удостоверения на родинах, стали получать скидку в образовательных, культурных и спортивных учреждениях города. Научились помогать друг другу. Например, пока от них ломали голову над вопросом, куда одеть одежду, из которой дети уже выросли. Другие не могли придумать, где бы эту одежду раздобыть, не проделав огромный дыжескут в семейном бюджете. Решение лежало на поверхности. Надо создать комнаты добрых вещей. Не создали? Сначала пользовались сами, потом стали сотрудничать с женской консультацией и перинатальным центром, чтобы помогать будущим и только что родившим мамочкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ожидали, что возможно такая помощь? Ну нет, конечно, не ожидала. Не верила. Спасибо, что есть такая организация, мама, которая помогает, но дает мне теряя в трудную минуту. Со временем вещей в комнатах набралось так много, что родилась другая идея. Организовывать дарки, то есть ярмарки, на которых бесплатно можно забрать любую понравившуюся одежду или принести свою. И они стали пользоваться популярностью у многих гаража, не только у них хотят их. Мы вот принесли курсы девочки, как будто выросла, а маленькие вещи поменяли. Вот сейчас набрали большую куртку, петровку вот девочки набрали. В канун Нового Года мамы завели традицию обмениваться карнавальными костюмами. А главное, ежегодно стали проводить акцию День мороз в каждый дом. Наряжаете День морозов со снегурочкой и ходят с подарками и поздравлениями к детям из нуждающихся семьи. Остальные ребятишки тоже не останутся без приятных сюрпризов. Специально для них проходят ярмарки под названием «Найти себе друга», где они меняются видами и игрушками. Что нашли? Дети и форум. Довольны? Да. А с каким удовольствием малыши вместе с родителями и старшими братьями и сестрами участвуют в различных общественных и спортивных мероприятиях? Нет, не только дурный пример заразительный. Когда большая дружная семья выходит на старт или на сцену, учится к этому турниру, не боится экспериментировать, само собой возникает желание последовать ее примеру. Никогда мамы не отрасывают себя в участии благотворительных ярмарков. Вместе со всем городом помогают собрать деньги на лечение тяжело больных детей. Была просто такая достаточно благородная и хорошая цель. Мы собирали средства, для того, чтобы маленький мальчик, которому три года бусы, стало легче. И мы собрали 46 тысяч. Организация «Мамы» постоянно сотрудничает с городской администрацией, с департаментами социальной защиты и образования, с учреждениями культуры, здравоохранения и спорта. Многодетки уже многого добились, но планов и идеи в них еще больше. Все больше и больше в нашем движении присоединяются не только многодетные семьи, не только многодетные мамы, многодетные папы, а абсолютно различные категории населения. Мы за то, чтобы наша молодежь становилась более открыта для добрых вещей, чтобы они не были равнодушными, чтобы они знали, что существует не только тот розовый мир, который пособили им родители, интернет, некая молодежная мода, а что абсолютно рядом, может быть, даже в соседской квартире, живет человек, которому нужна твоя помощь. И даже просто доброе слово, сказанное тобой, может принести ему массу удовольствия, может спасти от беды или излечить от какого-то медуга. И поэтому я за то, чтобы она становилась больше тех, кто делает добрые дела вместе. Если кто-то сегодня чувствует себя несчастным, у многодетных мам хватит сил и сердца, чтобы это исправить. Они не будут задавать лишних вопросов, не будут ссылаться на нехватку времени или денег, просто придут и помогут, потому что настоящие мамы знают, не бывает чужих людей, и идти чужих не бывает. Так бывает, если случится тут, что мне в вашем поле беда, но мой самый лучший, надежный дух, что ты с вами отраждаешь. Мама... Ну, в общем, мы все посмотрели. Мы увидели, какие у нас комнаты, как мы их оборудовали, как мы раздарили эти вещи. Обо всем, обо всем этом расскажут дальше наши девочки, которые отвечают за эти круглые столы. Я вам покажу и то достоверение, про которое я вам рассказывала по очереди. То есть, если вы увидели сейчас, как оно нарисовано, посмотрите, пожалуйста, перевязывайте ее. Вы говорите, как? У нас есть такое, у нас есть такое? Да, давайте выложим это с рук и подмазкуся друг перед другом, каких у нас есть удостоверения. И в каком формате, мы можем чуть придем такие новости, в каком формате вам хотели, чтобы удостоверение было универсальным. Может быть, книжечка неудобна, удобна карточка. Может быть, такая карточка неудобна, удобна пластиковая карточка. Может быть еще какие-то предложения. То есть я вас направляю, чтобы мы пофантазировали на эту тему, на предмет нашего удостоверения. По поводу помощи, сегодня уже очень много говорили. И я вот сижу и думаю, мы сейчас с вами здесь сидим и все обсуждаем, а уже так много сказано. То есть наши программы столы, которые направлены на определенные цели, девчонки все проговорят. А я тогда с вашего позволения, чтобы все успели выступить, передаю слово дальше. Слово предоставляет себя Алай, Наталья Григорьевна. Добрый день. Очень рада всех видеть ее. Я работаю в медицинский перинатальный психолог в нашей женской консультации. И тема многодетности, понимающая, что она близка. Я, к сожалению, не многодетная мама, но коллектив женской консультации, ну, знаете так, как единая команда, делает все возможное и невозможное тоже, чтобы многодетных мам знали все больше. Вот Андрей Николаевич, помните, наш руководитель непосредственно сказал, что у нас количество опортов уменьшилось. То есть, если честно, мы за статистикой как-то особо не следили, но подготавливаясь к выступлению, вдруг обнаружили, что за последние пять лет у нас количество прерывания беременности сократилось на 60%. А чего и почему? Я считаю, что это в основном у всех команды. Это врачебный персонал, который сотрудничает очень активно, то есть, при возникновении какие-то сложные ситуации, когда мама выбирает, рожать или нет, и врачебный включается, ну, и, конечно, подключается Лена Критер, потому что есть ожидая с рождения, особенно третьего, четвертого ребенка, и мама в панике, я думаю, что и папа в панике, я думаю, у нас есть товарищи, которые не паникуют, и как, общаясь с мамонетками, как они говорят, главное решиться на третьего, а дальше самотеку пойдет, да? Ну, вот при прерывании, такой вопрос, как всегда, Лена у меня на горячей линии, то есть, я мамочек к ней. Если, к сожалению, вы тоже понимаете, что кто-то очень хочет быть вообще мамой, ну, не получается, да? Ситуации бывают разные жизненные, раз по-трогу, два по-трогу, и перестают успокаиваться. У нас работа с женщиной, которая не могут или забеременеть, за частью жертвы, и, к сожалению, беременности, ну, по тем иным причинам прерываются, самопроизвольно, тоже идет работа, чтобы они стали мамами, и после первого удачных родов они идут из-за второго, из-за третьего. И, опять же, чтобы стать многоодетной мамой, кто-то озвучил, сегодня я не запомнила, что очень важно иметь позитивный первый опыт, да? И на этот позитивный опыт тоже работает команда. У нас пришла с консультацией уже 10 лет, но мы подготовили мебеляры, работают группы в подготовке родового родительства. Именно там вылазит всевозможные страхи женщин, которые ожидают первого порога. Наслушайтесь подробнее, те, которые не многодетные мамы, да? Почитав интернет, это же кладезь страхов. И она уже только первого ждет, но она уже себе нарисовала, что у нее там могут общаться. Жизнь закончилась. Раду ребенка, и что? И на этом жизнь моя закончилась. Все страницы прорабатываются. К родительству готовятся и папа, и мама, потому что у нас в апреле прошлого года открылся еще семейный клуб, такой дырелой жизнью. Еще сестра, или, предупреждает, кто-то женщина, но и мужчина тоже. Иногда, кстати, приходят на эти клубы у нас еще бабушки. Не делитесь, но они тоже приходят и потом открывают для себя такие нюансы, своего материала, со своей дочкой. Говорят, если бы я стала, я бы еще от моих родила, да? Открытки, они одинаковые. И бывают такие случаи, когда у нас мамами становятся выпускники детских домов, да? Бывает так, что сирота оказывается там или только с бабушкой, или только с дедушкой, и банально говорит, а на что я буду все держать? Ну, и если, как Елена Ведовна озвучила, у нас сундучок для мам, который создал в 13-м году, если там помощь, это от рождения, ну, приблизительно до полутора лет, то есть вещи, да? То есть мы сразу все собираем, если у нас там что-то не хватает, опять, не делаем горячие линейки. Хватает коляски, не хватает кроватки. Все находится моментально, потому что вот эта иллюзия современной жизни, что моя беда, она никому не дружит. Вот на самом деле иллюзия. Стоит в городе Заречном через соцсетях написать, что в роддоме мама, у которой есть проблемы, и нужно буквально перечислять, что буквально день-два, то есть до ее выписки, у нас уже все есть. Неравнодушных на самом деле очень много в любом городе. И поэтому вот это сотрудничество, ну, по-моему, улетит. Вот это сотрудничество, когда ты знаешь даже, куда перенаправить женщину, с ее страхом, с ее вопросами, иногда какие-то нюансы оформления бумаг, оформления каких-то вот льгот, ее многодеток. Я в них, как бы, у меня не социальный работник, я не департамент социальный работник. Я не вникаю, у меня как бы силы, возможности нет. Я переправляю, у нас есть свой социальный работник, который за изменением законодательства следит, всю информацию доносит, но есть определенные нюансы. И вы сегодня неоднократно озвучили, да, чуть-чуть в сторону шаг, вы уже не подняли, чуть-чуть в что-то не так, родители паникуют опять. На мой горячий линия, лене. Тоже переправляясь туда же. И вот эта дружба медицинского персонала, ведь как социального комбинета, который у нас существует, она дает плоды в тех же группах, которые, вот, мы их называем, знаете, не пациенты, а выпускники. И, так скажем, засланцы, я один из них, засланцы в общество. Это те женщины, прошедшие вот эту школу, и среди этих выпускников за 10 лет их более, ну, почти около 4 тысяч, только 6 женщин, которые у нас берут. Папы, которые проводят, ну, иногда индивидуальные результаты, иногда сокровы, которые, они будут видеть. Вот, когда пугают пап, да, вот, что они там, ну, детей на тысячу поставляют в одиночестве с мамой. Общаясь с ними, я понимаю, что у папы страхов не меньше, а у папы еще и больше, чем у женщин, потому что он берет ответственность из-за фундамента семьи, это, может, один из таких основательных, определяемых базов, и ответственность, да, порой страхи у мужчин с детства об этом отсутствии фундамента у него, в первую очередь, да, и иногда были такие у нас ситуации, когда будущий папа пригодил маму, которая никак не может решиться на следующего ребенка, и вот мы втроем работаем, папа, да, и будущий папа, который не может. Есть идея прямо сейчас это будет, да? Можно я еще мужа твою с вами с папой направлять? Нас и так с мамами-активистами выгоняют практически из дома и ненавидят наши телефоны, поэтому, если вам это ну, он НЧС, он, конечно, придет на доме. Да. Я же в какой-то ситуации. Потому что, если с мамами как-то у нас уже дорожка протоплена настолько, что там уже нас создавать мы заметили папу, а с Сережей, я думаю, мы тебе деливируем, да? Единственная связь. Меня, меня же нет. А тут так и бывает, вообще-то. Вот, но тут с папой бы хотелось тоже такую же дорожку протоптать, чтобы еще у папу сранить, тоже можно было как-то убрать. Потому что они нас все равно женщины, они нас воспринимают. Ну, это же женщина, ты же понимаешь, что со мной. Поэтому, так я не понимаю, у меня есть горячая линия. Вот так. Ну, в принципе, вот с игратикой, то у нас вот так происходит мотивация на новогодетность, на всех встречах, на всех лекциях, которые проходят и с беременными, и с днепридженными женщинами. Спасибо огромное, и с днепридженными женщинами. в подготовке. Нет, не про вышки. Про парик. Мы залечимся. Почему? Потому что 60 тысяч населения, 1060 всего. А где-то, знаете, процентов на отношениях даже вот здесь равном, по сути, между сроком, у нас больше, тем процентом отношений, чем у вас. Хотя у нас уже, но уменьшился, ну, и так. Понимаете, почему? Потому что мы находимся в городе Нижнему-Ногу за 200 километров, сидеть туда, в центре, в центре. Значит, здесь у вас 10 минут до года Нижнему-Нижнему, я просто не знаю. То есть, если сделать анализ, то надо более здорово занимать его коди. Я отлично понимаю, что здесь можно быть очень хорошая работа по контрацепции, да? То есть, взятые, понимаете, то есть, они были, мы их хорошо научили, они больше рожать не хотят, и они больше не хотят быть в маму. Второй вопрос, что они, извините меня, чтобы не связываться с вами, когда вы все это сильно уговариваете, они пойдут сюда сделать анализ. И такой вариант, возможно. Можно. И такой вариант, что вы знаете, вот, то, что вы делаете, это, конечно, отличная вещь, понимаете, очень хорошая вещь, понимаете, то, что вы сказали, что все, многое зависит от того, как пройдет первая работа. Очень много. Если все прошло с грамотой, доктор, хорошее обезболивание, хорошее отношение к роддому. Ребенок не поврежден для инфекционного, то есть нету ни перенакальной никакой этой патологики, да, для всех, и всякая, и они уже, уже планируют, в виде, как этот ребенок развивается, вы просто, уже заплатили. Если же есть какая-то перенакальная патология, или во время рода, извините за выражение, группы сверной шрифы, все идет на восстановление, идет первый трех лет, естественно, кто думает о втором, да, с этим мы разобраться. То есть я просто всем желаю, чтобы у всех было всего. Хорошо. Да, есть за вас живут. Есть ли вопросы? Я сейчас вам отвечу, и все, может быть, дело вот в чем еще. Со славы, что меня не только залечили. Вообще-то в Пензе работают мои коллеги. Из сентября прошлого года у нас тут медико-станавливает 11 по Пензской области, так что за славы есть и в области, и в Пензе. Коллеги работают точно так же, в медико-станальных комбинетах в блоге для упрощения, так скажем, проживания беременности. Мало того, с сентября прошлого года я провожу в ежемесячных обучающихся медико-станавливает свои коллеги, с ними хватает знаний. И вот команда из 11 только психологов, у нас в стальных народах у нас еще больше, у нас есть юристы. У нас эта команда образовалась вообще в Пензенской области между собой. Если у кого-то в области может случаться беда, и есть женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с которой на данном уровне, то есть на областном, на городском, не могут справиться, у нас у всех есть вопрос, то есть мы связываемся, потому что с собой, общими усилиями это, и друг друга решаем. Или перенаправляем, потому что опыт, приобретенный решение этих проблем, да, ну, кто-то знает, более короткую дорожечку. Мы связались, обсудили, подсказку на другу дали, и эта проблема тоже решается. То есть, вот это именно командная работа, командная работа в женской консультации, командная работа в Пензенской области, идет обмен информацией, и опытом, и знаниями. Я думаю, что наш процент будет выходить. Конечно, спасибо огромное. Я не умоляю ваших заслужить, командную заслужить, дали вам много дальше. Да, давайте, найдите, померимся. Я буду снова дальше. Мы не просто, наверное, рядом сели, потому что слушают, не помню, но слида дружба. Да, прежде чем, передать слово нашей многолетней мамочке, я хочу сказать, так как это мой круглый стол, хочу поблагодарить своих девочек. Сейчас очень много, вы слышали, до самого первого нашего выступления звучит, ну, как правило, да, не всегда так бывает, да, звучит тот, кто, ну, председатель, да, числица. Но я хочу поблагодарить своих девочек. Девочки мои родные, без вас ничего бы этого не было. То есть, если у нас появляются дети-сироты, тогда я звоню вам, и вы распределяете, кто занимается ими. Если у вас появляется мамочка, которой жизненно необходима какая-то консультация, что, пожалуйста, не ходи за этой бедой, за абортом, потому что мы с вами вывели такую аксиому, что когда ты встречаешься с женщиной, и она говорит, у которой нет троих детей, да, у которой немногодетная мама, она говорит, я так жалею, что у меня нет много детей. И я не встречала ни одной мамы, которая бы сказала, как жаль, что у меня много детей. Так вот, для этого мы с вами существуем. Мои девочки, моя команда, замечательные, умницы, которые за любой, вот это слово, да, не бежит, не бежит, которая может применить, какая-то бредовая идея пришла в голову, они мне звонят среди ночи. Лена, нас тут озеленило, я ее звоню, девочки, давайте вот это придумаем, и они в любое время, дня и ночи, идут и делают это, и покоряют новые вершины. Я за это огромное слово благодарности хочу выразить, и я желаю, чтобы у каждого города были такие команды, и чтобы мы шли, это не только девочки, это и бабушки, так серьезно на меня посмотрят. Сережа, тебе большой привет. Снижался. Да, снижался. Так, я желаю, чтобы у вашей команды были такие сильные, команды, которые нацелены на достижение цели, ради того, чтобы делать эти добрые дела вместе, и пусть нас становится все больше. Вика, тебе слово, передаю Вике Забалуевая, она у нас многодетная мама пятерых детей. Представлюсь, меня зовут Виктория Забалуева, я нацелена грудного скармливания и нацелена цикла. Мама пятерых детей. Я вам сегодня расскажу немножко ситуацию о поддержке грудного скармливания за речную, потому что это история поддержки грудного скармливания культуры, история поддержки за речную, но это не моя личная история, профессиональная, потому что будучи мамой троих детей, я подумала о том, что очень много мам, которые отказываются скармливать своих детей грудного скармливания, моего окружения, и пыталась разобраться, почему так происходит, и искала ответы о том, как им помочь сохранить грудное скармливание. я не буду долго рассказывать вам про важность грудного скармливания, потому что это аксиомы с точки зрения теории развития ребенка, и с точки зрения медицинской, современной медицины, не буду на этом останавливаться. в целом скажу, что это на самом деле очень экономическая составляющая, потому что когда мы говорим вообще о жизни газетной семьи, это и расход семейного бюджета, и в целом это экономический такой бонус с точки зрения бюджета вообще в принципе стран и всемирных расходов. но если говорить о том, как создавать лиду, поддерживающую грудное скармливание, то есть несколько компонентов, и мы все с вами, и в том числе наша организация МАМА большое тоже показывает в этом влияние, потому что мы все-таки референтные многим МАММ, многодентным для других женщин, которые только что рожают детей, которые скармливают, поэтому большое значение имеет не самоподдержка кормящих МАМ, а большое значение имеет распространение информации, правильно, верно, и в целом мусидимное общественное отношение к грудному скармливанию. Что мне хочется сказать? Я просто хотела бы с вами поделиться своей истории, потому что она связана очень тесно с многодентностью, потому что я занялась именно консультированием к грудному скармливанию, когда я уже была у многодетной мамы, я находилась в секретном отпуске, и, естественно, у меня, так скажем, и было время, и возможность, с одной стороны, и все время хотелось что-то такое доброе приносить в общество, как вот Елена Анатольевна скажет. И в 2010 году началась моя активная общественная деятельность, я организовала группу поддержки грудного скармливания, где мы с мамами собирались, обсуждали какие-то проблемы, которые у них возникали. Затем я обучилась на курсе консультирования по грудному скармливанию Всемирной Организации Здравоохранения в городе Москва стала практиковать поддержку и на базе нашего хранительного дома, как я уже наверное слышала, Елена Петровна об этом упоминала, получила статус АКЕФ, это у нас есть международная организация консультантов по естественному скармливанию, которая активно занимается на персональном уровне поддержкой мам, и в том числе на интернете занимается поддержкой, потому что очень большое количество получает консультацию от консультантов на снофон Была открыта горячая рень, не по поддержке грудного скарма, то есть на телефон женщины звонили, звонят, очень часто звонят, задают какие-то конкретные вопросы, которые их волнуют, и была организована инициативная группа Центр поддержки института грудного скарма, Майкнадар, в соцзетях тоже очень много обращений. Ну, вот, это путь становления как бы мы профессиональные с одной стороны, с другой стороны, это развитие именно поддержки грудного скарма в Заречной Олимпейской области в том числе. Сейчас уже большое количество проведено семинаров, проводятся на регулярной основе лекции. Семинары не только для мам, которые ожидают ребенка, для мам, которые кормят уже там в течение года. Разработан семинар психологически-физиологически-основат кормления и ямкого отлучения. То есть это тоже такой достаточно частый вопрос, который волнует кормящих мам. Также у нас очень открытая в этом плане и обширская метеорологическая служба, в принципе, детская поликлиника. Мы совместно и проводим обучение сотрудников медперсоналов на основании современных представлений о вскармливании детей, используя не только рекомендации Всемирной Абминициации Здравоохранения, но и национальную программу оптимизации питания детей и так далее. То есть все последние современные представления о вскармливании детей, они у нас не дляются. И регулярное обучение медперсонала, потому что постоянно есть новые сотрудники медперсонала, и к сожалению система обучения медперсонала с точки зрения не предполагает большого количества часов, но на самом деле те знания, которые за 7 лет я получаю, постоянно обучаясь, говорят о том, что этому требуется больше времени, особенно в системе чемпатических учреждений. Ну и естественно, как я уже говорила, это общественная поддержка. Мы ежегодно проводим разные общественные акции на всемирные недели в Минонсказме, которые проводятся во всем мире с 7 августа. Это всегда лекции в женских консультациях в Гензе. У нас на базе детской клиники они проводятся. И вот в 15-м году опять же активными мамами в Гензе, в том числе и благодетными, был организован такой проект, как фото-выставка кормящих мам. Большое количество мам приняло участие. И здесь был председатель Российского детского фонда, Мария Гаврюшина тоже активно участие в этом принимала. То есть это позволило тоже создать такую общественную поддержку для домов и положительное отношение к кормящей маме. Если говорить в целом о статистике, то в России в целом до 6-12 месяцев на Крупном Скальноме остаются 36% детей. Но мне хочется сказать, что эта статистика не совсем точная, потому что она по-разному собирается, я не буду давать подробности, и для того, чтобы разводить точно понять, на самом деле, сколько детей находится на грудном скармливании, есть другой способ определить, это продажа заменителей грудного молока. Ну так вот, в России за 2016 год было продано 50 1855 тонн грудного молока. Что бы хватило на скармливать полностью с рождения до года детей 1 миллион 200 сейчас скажу прочую цифру 212 тысячи 848 детей. Это практически 64% от числа рождаемости у нас в России ежегодно рождаются миллионы 888 2729 детей. И вот 64% это получается дети искусственники. То есть дети, которые получают неизбалансированное питание. Я, как уже сказала, что я не готова обсуждать вообще об этом, но смысл такой, что это важная проблема, проблема в том числе и которая связана с преднатальным периодом, с поддержкой, с работой общественной экологической службы и в целом нашей общественной работы как многоделок мам. В Заречном у нас уже начиная с 2009 года, в тот момент я, когда началась сотрудничать с сиротом в 2010 году, у нас в целом в среднем по области и по стране 52% из 14 месяцев оставались на беремском скале. На данный момент цифра держится примерно где-то 60, в 2011 году она была 64% сейчас это плюс-минус 60% детей находится на беременном скале. У нас есть определенные финансовые инструменты, как вы уже слышали, я и подсвечный человек говорил про поддержку короляющих и муниципальном уровне, но не хочется сказать, что финансовая поддержка важна, конечно, но она не является стильной. короля. Ну вот собственно вот такие у нас дела с поддержкой королевого скале. Из каких вопросов это проводится? Можно я дополню? Да. Виктория рассказывала у нас все подробно о том, что у нас в городе делается для поддержки королевого скале. Во-первых, у нас организована в детской поликлинике комната для удобственного управления и помогающая и сейчас у нас на городском уровне обсуждается проект по реализации комнат именно по грудному стану вообще в городе, то есть дополнительно, потому что говоря о том, что мамочка должна кормить грудью, а какая возможность кормить на улице, согласна? То есть зимние условия и так далее, просто на лавочке, но это мы в современном мире живем и все это возможно. Поэтому нас вот как раз представители нашего городского МВА готовы поддержать в перинатальном центре создать еще одну комнату, то есть так как много гуляют мамочек с колясками, то есть в различных точках города, чтобы у нас появились сети. Я думаю, что всем будет интересно такие проекты реализовать и в своих городах, потому что это как раз та важная составляющая для поддержки грудного скорого. все региональные программы насколько я знаю, я просто смотрю по-нашему, у нас тоже есть в области хорошая программа поддержки ну там будет питание детей как на долгода есть, материальная помощь сходят до двух и сходят, они все сказаны как, значит, кто находится на смешанном искусственном скалине, вот идей нету помощи мамам, которые сами вот вот это надо вести, что этим мамам тоже, чтобы руки кормить, тоже хорошо питаться. у нас есть такая поддержка в этом плане у нас есть да, у нас есть москвалии это просто в своих москвах у нас есть да, ну как я уже сказала, что финансовая составляющая не главное, то есть важно это именно общественная поддержка когда женщина приходит из роддома, то есть во-первых это на этапе роддома важно оказывать правильную профессиональную информацию давать и какие-то просто стихические подсказывать то есть у нас открыл персонал для того, чтобы обучаться постоянно именно оказывать дневную помощь и важный момент это именно общественная поддержка для этого проводится всемирная деятельность на воскармливание для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому вопросу потому что мама или соседка или там подруга они оказывают референтное влияние на женщину которая только что родила и когда говорят давай молодец кормить там то есть это большое значение на женщину поэтому если не говорить об этом я думаю что это все как в самом саду происходит на самом деле это не так то есть всегда нужна поддержка психологическая поддержка на женщину саду я хочу дополнить чтобы понимание выстроилось для того чтобы мы понимали какие проекты мы еще можем реализовать вот Надя сказала про комнату в детской поликлинике так вот ее могут выделить но Надя вышла с предложением что эту комнату оборудовать потому что ее в поликлинике могут выделить комнату просто открыли кабинет и стоили в стол она есть такая нет потому что в каждой поликлинике есть кабинет который выделили для мам кормящих и там стоит стул но на этом помощи захочется вы же просили комнату получите вот она есть отдельный кабинет с отдельно стоящим стулом так вот мы вышли с предложением о том что эту комнату надо оборудовать чтобы она была в таких цветах которые приятно маме чтобы заходил и получил удовольствие чтобы там стоял столик на который мама может переодеть ребенка чтобы она была оборудованием для того чтобы мама покормила ребенка в комфортной среде так что если вдруг кто-то завязывал а там стоит ширмочка это не огромные затраты поставить стол стул и ширму и стены покрасить или просто фотографии развесить я думаю это уже создаст меня это первое и второе по поводу фотопроекта очень замечательный фотопроект я к тому что эти фотографии были вывешены еще в детских поликлиниках так вот я даже сейчас у себя расскажу конкретно маму эти фотографии когда они висят на стенах мама кормящая ребенка там были мама в фитнес-зале кормит ребенка мама на вокзале то есть вот эти моменты я как мама стою говорю мы же все с вами помним как когда-то кормишь ребенка как это и так хочется чтобы он был еще один такой который вел эту грудь ну то есть это к тому что женщина глядя на эту фотографию хочется родить еще но это абсолютно точно я например рассказываю свою жизненную историю так вот давайте может быть и да у кого-то появится такая идея сделать такие фотопроекты и они висят в этих поликлиниках в каких-то может быть общественных местных да и это на самом деле нацелено на то чтобы демография тоже повышалась помимо того что это и грудью откормленной да то есть хочется кормить грудью они с бутылочки это не так красиво как бутылочки но хочется еще удалить чтобы почувствовать этот запах вот этого малыша красиво ли красиво или полезно сейчас вы слишком дочке времени задали мне вопрос переходим город Северс Винковская Татьяна меня зовут Татьяна я бы хотела сказать что у нас в городе тоже проходит я слушаю на круглых столах и у нас такое тоже проходит мне нравится что за речным это проходит вместе с администрацией то есть это настолько видно что плотно дружно и администрация очень поддерживает у нас даже бывают такие случаи что приходишь не сниглавы как и все или замы говорят а те которые работают с нашими семьями говорят ой ну что я родила двоих и больше я не могу и я не стремлюсь а вы ходите здесь и что-то объясняете что-то говорите надо было думать все сейчас есть всякие защиты все люди грамотные ну не в деревне же мы живем если это нет понимаете это даже как-то принижает себя даже спонсору эти вопросы возникают тоже вот я родила двоих больше не могу родить эти вопросы возникают мне очень нравится что у вас сплочено действительно такая активная команда у вас здесь все видно что это действует вот в городе Северс тоже и грудь но и скарбливание есть но это проходит если занимаетесь этим принотальный центр то у них это проходит все это решается все вопросы мне понравилось что эти фотографии есть и развешивают мы когда приедем к себе мы с этим очень поделимся чтобы у нас тоже стала значимость рождаемости детей которые хотят мамы родить но финансово не могут даже не то что не могут я даже по себе скажу у меня шестеро детей то есть пятерых муж у меня принял спокойно но когда ты беремен шестой раз он говорит ты что делаешь простите я делаю как это неспроцент изучение нет непонятного я думаю ну как так он говорит ты коротко кормить ты на красоту время это девяносто лихих было ты что подумай маленько ты что вообще никак одна а мне главное перерыв двое детей было а потом 12 лет никого и вот пошли и потом девяносто второй девяносто четвертый девяносто шестой девяносто мне рядом я уже закончила кризис нипочем приятно было то что когда эти трудности пришли в детском садике меня поддержали зарплату не платили это не новость люди жили выживали муж работал на антихимический комбинат зарплата никакой тазики пленка все это а я вообще была не готова хорошо у меня были знакомые которые были все это проблема пленок то нигде нету давай у тебя придем все распукать то есть как бы вот так эти вопросы решаются вот поэтому я хочу просто вам прочитать стихотворение моя семья по имени мечта а многодетная которая свершилась здесь наша нежность наша теплота да мы наличь нам как божья милость семья которую я люблю которую и я люблю безмерно я в жизни от семьи неотделим она и радость и основа совершенства у нас вот проходит такое мероприятие совместное с администрацией мы стали проводить его третий год подарок в каждую ладошку то есть ставится так же у вас банки у вас кубы ставятся возле них стоят волонтеры все это собирается и на рождественские мероприятия вот они у нас там есть ребятишкам раздаются то есть собирается список соцзащита а также вот мамочки у нас репетиционного центра ну с ребятишками и вот начинается вся база соцзащиты везде все это собирается проходит по школам тоже присоединились школы видят что детям нужно помогать тоже таких усилий администрации города и нашими жителями они нам помогают тут проводилась у нас значит коричка потом носочки то есть я приносят тоже чтобы поддерживать наши семьи вот ну я вам сказала что сейчас у нас Оксана я вам слайд покажу по нашему городу а это вот у нас наша организация расскажет уже оксана Львовна к словам Татьяны добавить что наша организация это как вы видите многодетные приемные неполные молодые семьи то есть у нас четыре категории которые объединились вместе у нас есть помещение начнем с того что вообще наша организация она организовалась 17 января 91 года точнее это был клуб многодетных семей но сейчас в процессе у нас идет расширение у нас многодетные считаются необязательно что мама которая родила двое нет два ребенка своих два приемных у нас есть пять своих пять приемных семьи достаточно таких вот как бы ну и наши дети как бы вообще наша организация она активно участвует совместно с молодежной политикой то есть общественной организацией и как бы с администрацией нашего города вот наши дети принимают во время декадренных родительных семей проводят спортивные фестивали как бы на новогодние праздники дети у нас проводили мероприятие профилатуре улыбка достаточно такие как бы разнообразные спортивные мероприятия хорошо проходят вот ну как бы также наши дети выступают у нас в дом интернат для постарелых биолог дети очень хорошо кстати контактируют с пожилыми людьми и пожилые люди очень даже хорошо ждут и очень любят такие наши посещения нет такого что идет отторжение нет абсолютно хорошо контактно потом и также в школу интерната восьмого типа для детей инвалидов ну и реабилитационные центры то есть как бы тоже так дети наши посещают но дети вот как бы они видят какая жизнь она не только вот как вы говорите хорошая такая властная добрая она разная настолько она разная чтобы они потом когда выйдем в взрослую жизнь чтобы они уже ее понимали и видели вот от себя хотел бы давать знаете очень хорошо очень много интересного очень много как бы для себя подчеркнула и с другой стороны я увидела раньше мне казалось наверное у нас так вот наверное все плохо а сейчас я вижу в принципе не так уж у нас и плохо это все есть оказывается где-то хуже но есть где-то и лучше значит надо снимать от того где все-таки как-то лучше есть почему-то еще расти достаточно у вас проектов которых нет у нас мы даже в какой-то степени может быть даже не задумывались что здесь оказывается тоже кроется какая-то проблема она оказывается там возможно я не думаю что у нас ее нет она наверняка у нас тоже есть так что будем надеяться что в дальнейшем у нас все все продолжится и нас поддерживают и все-таки будем дальше в дальнейшем огромное девчонки мы немножечко ускоряемся по существу а поговорим на обмеке задушевле соцзащита сейчас доступен наш городскрад с презентацией я представляю муниципальное бюджетное учреждение комплексный центр социального обслуживания города Заречного одним из направлений деятельности нашего центра является работа с несовершеннолетними и их семьями специалисты центра представляют социальные услуги несовершеннолетним находящимся в трудной жизни ситуации состоящим на обслуживании центра в соответствии с нуждаемостью услуги оказываются по индивидуальному плану предоставления социальных услуг разработанным в соответствии с 402 федеральным законом собственно в котором мы и работаем работа по социальной реабилитации детей инвалидов организована в отделении дневного пребывания для несовершеннолетних работа с семьями где воспитываются дети инвалидов выстраивается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и апелитации ребенка инвалида в соответствии с рекомендациями врачей основной цель целью реабилитации детей инвалидов является их интеграция в общество в решении поставленной цели особую значимость приобретает проблема социальной адаптации не только ребенка страдающего той или иной патологией но и семьи в которой воспитывается ребенок так как социальная изоляция отрицательно сказывается на развитии и самореализации личности человека поддержка и реабилитация семьи ребенка инвалидов позволяет наиболее плодотворно социализировать его необходимо определить перед ним и его семьей перспективы жизненноустройства это в свою очередь позволит не выпасть им из общественной жизни и наиболее максимально быть полезными и востребованными социумом в городе Заречном 8 многодетных семей имеют детей инвалидов все эти семьи находятся на обслуживании комплексного центра одной из форм организации поддержки многодетных семей воспитывающих детей инвалидов и решения проблем социальной адаптации детей является оказание реабилитационных и социальных услуг работа осуществляется по следующим направлениям предоставление реабилитационных услуг предоставление сексуальных услуг психологическое сопровождение педагогическое сопровождение физкультурно-здравительное сопровождение медицинское сопровождение в центре успешно ведется работа в повышении социально-педагогической грамотности родителей воспитывающих детей инвалидов одна из форм работы это школа для родителей целью которой является соединение со стороны специалистов в реабилитации адаптации и воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья на занятиях в школе проводятся тренинги беседы практические занятия на тематических практических занятиях родители могут получить как теористические знания так и практические навыки что активизирует их участие в реабилитационном процессе ребенка в центре организован клуб тепло семьи где родители проводятся тренинги цель мероприятия клуба это знакомство и сплочение родителей определение круга общих проблем возникающих в семье на занятиях в клубе участники учатся снимать эмоциональные напряжения получать позитивный настрой делиться опытом решения проблем еще несколько слов о тех акциях и мероприятиях в которых участвуют многодетные семьи проводятся акции ежегодные на протяжении нескольких лет такие как день рождения на дому дед мороз в каждый дом дети участвуют в фестивале творчества детей с ограниченными возможностями здоровья семь чудес света которые проводятся в муниципальной программе социальной поддержки граждан дети участвуют в культурно-массовых мероприятиях посвященных социально значимым датам мероприятиях в проведении мероприятиях участвуют учреждения культуры города предприниматели города неравнодушные граждане города объединение мамы владежный клуб добрый я мероприятия хотела бы сказать что специалисты центра всегда готовы оказать помощь в подготовке какого-либо пакета документов оформления документов проводят содействие многодетным семьям для приобращения многодетных предпринимательных фонда например для помощи в лечении и реабилитации ребенка в больнице и все спасибо огромное Снежин Аня Снежин 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 И еще пустим наиболее хорошее то мы опаздываем Ну можно просто родить если будут вопросы я отвечу или скажу поднимите Да Давай Я не являюсь многодетной мамой свои детей у меня двое сын в пятом классе я слепенная Настя первоклассница и так получилось что сегодня я представляю общественную организацию которую я провожу организация помощи детям с ограниченными возможностями здоровья молодым и молодым нам ряды год и началось для нас в том что начинается у многих организаций общественных мы объединились по интересам то есть с другими семьями города которые воспитывают особенных детей и обратились в администрацию о том что мы хотели создать такую организацию администрация пошла нам на встречу выделила помещение мы делали ремонт оборудовали кабинет открыли центр помощи детям в котором сейчас ведется ежедневная всесторонняя помощь детям и семьям в целом у нас проходят индивидуальные групповые занятия различные тренинги семинары очень много направлений самая главная цель нашего центра чтобы семьи в которых родился особенный ребенок могли продолжать жить особенной жизнью мы ходим походы выезжаем на экскурсии украиваем совместные праздники мероприятия то есть живем обычной жизнью у нас кстати в сентябре прошлого года прошел первый форум в городе у нас к сожалению отвечает вас приехало только три города закрытых поэтому я думаю что мы обязательно это только повторим вот форум у нас назывался обычные семьи особые семьи обычная жизнь так вот так мы в принципе живем плюс помимо этого кому будет интересно потом уже в личном общении за эти годы мы тесно наладили активную работу с благотворительными фондами то есть так как дети инвалиды нуждаются в постоянной реабилитации в постоянной помощи конечно это стоит колоссальных затрат и себе могу сказать что когда у меня родился ребенок 8,5 лет назад с диагнозами бесперспективного растения так скажем чтобы поднять ребенка более-менее на ноги ну нужно менее миллионов в год в среднем вот поэтому мы ведем активную работу когда приходит семья и говорит о том что нужны дорогостоящие операции или нужно приобретение дорогостоящего средства технической реабилитации мы уже знаем куда подсказать мы конечно устраиваем и своими силами сбор средств благотворительные ярмарки акции у нас есть рубрика на местном телевидении ты можешь помочь и так далее но это совсем не те суммы которые необходимы в основном в большинстве случаев поэтому мы такую семью уже знаем куда направить и как помочь собрать какие документы чтобы семья могла получить помощь в благотворительном фонде вот то есть кому интересно можно будет обсудить ну а что у нас получилось по итогам четырех лет сейчас можете посмотреть на экране в октябре в октябре в октябре В городе Снежинске определяет более 100 семей, посвятивающих детей с особенностями развития. Сначала силами родителей, несмотря на отчаяние, в факту денег к времени, была создана общественная организация. В 2015 году началась история церкви. Он появился благодаря поддержке сотен мировопрошенных людей. Главная задача Центра – защита и помощь детям с ограниченными возможностями. Здесь они заново открывают для себя мир, учатся ходить, впервые чувствуют себя нужными, обретают силу и уверенность. Ведь у них тоже есть право на полноценную жизнь. Ежемерно здесь проходят индивидуальные и групповые занятия с коллекционными педагогами. Оборудованы специальный тренажерный зал, освоена уникальная методика работы с особыми детьми и камень с терапией. Идет большая работа по оказаемой адресной помощи детям через программы и благотворительные формы. Это дает возможность их подопичинам проходить дорогостоящую реабилитацию в лучших центрах страны, приобретать самые современные технические средства. Центр Центр – это еще и яркие праздники, совместные экскурсии, общие дни рождения. Особые семьи встречаются и радуются самой обычной жизни. Благодаря номерам договора о проблемах детей с ограниченными возможностями узнаваясь в город, это помогло не только поддержать семьи, это изменило отношение к самим детям и к их проблемам. Каждый день они одерживают к самолюду на такую важную победу. Центр 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 благодаря доброте и помощи. Другого шанса у этих детей нет и не будет. Каждый, кто не останется равнодушным и способен подарить ему луку, возможно сделать еще один шаг вперед. И целый мир, который и в сочних поймут и приятнят. И унирана добра обязательно вернется. Аплодисменты. Я считаю, что труд с детьми это очень тяжелая работа, особенно с тяжелыми детьми. Поэтому мы стараемся уплывать в течение. Поэтому я сегодня на этой встрече, у нас, когда приезжал нехочер в город, у меня не получилось попасть на встречу к нему. Я очень надеюсь, что сегодня получится встретиться, но не получилось. Поэтому с представителями Росатома мы надеемся, когда-то не обменяемся. Потому что я уже задавала вопрос к реальными людьми, что считаю, что это направление как отдельная программа. И как часть программы тех же многодетных мам, она обязательно Росатома должна быть охвачена. Потому что, еще раз повторюсь, статистика такова, что в городах Росатома особенные дети, это минимум 80% дети сотрудников Росатома. Поэтому, конечно, им нужна поддержка как никому другому. Это первое. И второе. То есть наш центр... Конечно, у нас город небольшой, 50 тысяч населения, из них больше 150 детей инвалидов. Детей с ограниченными возможностями здоровья в России больше. Наш центр, конечно, не может охватить всех, так и на учете состоит практически 150 семей. Акцент мы делаем на тех детей, которые не организовывают. Дети, которые не могут посещать. Это школьные, это школьные учреждения. Те дети, которые уже не посещают. То есть у нас от нуля и до 100, не знаю. То есть у нас самая старшая девочка у нас 33 года. Она никогда в жизни не ходила ни одного дня в садик. И наш центр, это первое ее заведение, которое она помимо своих четырех стен квартирных увидела. Поэтому мы, конечно, очень надеемся, что итогом сегодняшней нашей встречи с вами, и наше сотрудничество с Русатовым, я говорю от лица всех семей, которые воспитывают здесь. Да, спасибо. Можно вот дословно, пожалуйста. Эти мамы, которые с особенными детьми, и многодетные в том числе, они очень сильные. И когда идет политика многодетности, с ними надо работать, потому что, наверное, первый ребенок с родителями, она боится рожать. Но если она родит еще пятерых, это вот такая семья, это такие люди. То есть надо вот их вытаскивать оттуда. Я прямо пропагандую. Рождение здорового, третьего. А почему у вас вот инициатива с ним такая появилась? У вас надо больше кассовить на этой семье. Где же в центре заинтересовались? Извините, что я перебиваю. Давайте сейчас, ну, может быть, вернемся, я скажу. У нас через 5 минут мы должны выйти с перинатарной. Дай, простите, мы сейчас обсудим. Да, девочка, она кажется. Нет, мы сейчас обсудим, я думаю, что это. Да. Мы никуда не расходимся, мы все здесь, поэтому мы можем начать со следующего столка, вы задали эти вопросы и отлучим его громко. Итак, лесной, сладон и вероятность. Можно, давайте покажем ролик? Да, ролик, пожалуйста. Не знаю! Несимаем! Несимаем, город безбогатый, 70-летняя история, и сладон и традиционный. Он особо не хорок сердца старшего поколения, а молодежь называет его город-теистов. Необходимый клинок для развития вперед дает мощный промышленный потенциал города и комбинат электрический прибор, развивающаяся инфраструктура, приоритет социально-экономической политики. Ежегодно при поддержке администрации города проводятся конкурсы «Семья города» «Мам плюс» Соревнования «Спортивная семья» учащиками и победителями которых неоднократно становилась многодетной семьей Сегодня весном проживают 433 многодетные семьи, в которых воспитываются 1370 детей В нашем городе активно работают общественные организации, задачи которых является помощь нуждающейся семьи развитие водоотворительных инициатив «Поддержка семейных деталей» Одно из таких объединений, где расписывает женщин, более 30 лет организуют и проводят социально значимые мероприятия По инициативе активистов объединения открылся и работают на регулярной основе гуманитарных центров по словам одежды, обуви и предметов обиходов для оказания помощи многодетным семьям и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации Традиционный мастер-хрещенский и облик для детей малинов и детей из малообеспеченных семей 26 многодетных мам лесного награждены в знаках матричной Свердловской области «Материнская доблесть» за рождение и воспитание более 5 детей Добавляем вас учиться! Спасибо большое, действительно, почему эти слова, давайте сотрудничать Я когда слушала выступления коллег, и я сравнивала, я чиновник, поэтому мне всегда цифры очень известны, для меня они имеют значения Когда я слышу численность населения города, и когда я слышу количество семей многодетных и количество детей в этих семьях, да, то есть я тоже чего-то понимаю в этом И когда вот только первая часть прошла, я сделала вывод, что из всех тех, кто выступили, у них количество семей, получается, на дужу населения, так скажем, гораздо меньше, чем у нас То есть у нас их больше, но, как ни странно, вот прямо такой инициативы конкретно многодетных семей пока у нас не было, чтобы объединяться, чтобы какие-то дела такие делать То есть у нас на себя именно вот общественное объединение, Житсовет такую функцию на себя взял, где женщины уже опытные, кто-то из них были многодетными мамами, кто-то еще является Но они все разные, кто-то из органов власти, кто-то и просто работники всяких разных отраслей Вот, поэтому, конечно, очень интересно много здесь прозвучало таких вот идей Хотелось бы, я почему начала вопрос задавать, для меня принципиально важно все-таки, во-первых, когда идет инициатива снизу, в чем причина, почему начинают люди тот или иной вопрос пробивать Второй вопрос, это, вот тоже многие коллеги выступали, получается немного сумбурно, да, у нас очень много различных видов поддержки У нас есть федеральный уровень, да, федеральный закон, который определяет, что такое многодетная семья и какие основные именно в Российской Федерации есть меры социальной поддержки У нас на уровне каждого субъекта есть такие законы, которые тоже определяют именно субъекты И муниципалитет, который, да, определяет тоже какие-то свои виды помощи, но, как правило, все-таки это больше не материальная, да, помощь Чтобы было понятно, к чему мы идем, вот для меня лично, мне хотелось бы так понять, потому что вот идея с детишками инвалидами просто шикарная, мне очень нравится она Хотя я понимаю, что вот у нас есть точно такой же центр соцпомощи, да, который тоже на себя эту функцию взял, и у нас все эти детки, они в этом центре эту помощь получают Почему тогда снизу рождается инициатива, то есть у нее нет вообще, вообще никакой помощи Они не получают никакой помощи, что не надо Вот у нас тут сейчас лечит в долгах для меда, и у вас все базы станут для местной Мои хорошие, мы идем в пенотальный центр, почережные звеньки, теперь одуваемся, одеваемся, и я...